Стоим. Коллеги, доброе утро. В шатре универсиады на самом деле очень жарко, несмотря на то, что универсиады все-таки зимние. Вот рядом со мной аэрокерлинг. Сейчас у ребят подойдем, спросим. Ребят, сильно отличаются правила от обычного керлинга? А какой? Зимний или вообще? Ну, вообще обычного, большого керлинга. Отличается. Есть настольный, есть летний, ну там на тряпочном, как называется. На газонном этом. А есть еще ледовый. Как у вас успехи? Ну, два очка уже выиграл. Один за раунд выиграл один гол, а второй за раунд выиграл второй. Хотели бы поиграть в настоящий керлинг? Ну да. На самом деле здесь помимо керлинга есть еще аэрохоккей. Пойдемте посмотрим, как там успехи у ребят. О, тут уже у нас команда набралась. Привет, как зовут? Петя. Петя, кто побеждает? Я. Ты побеждает? Рекрасно. Не поддаешься? Ну-ка, расскажи немножечко о правилах. Что нужно сделать? Если тебе забили, то противник ставит себе отметку. Ну что же, Петя, пожелаем удачи. Давай, 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 побеждай, побеждай. На самом деле в шатре универсиады происходит очень много интересных мероприятий. Вот уже второе лето подряд. И стараются организаторы как можно больше удивить посетителей. Подробнее мне об этом расскажет волонтер шатра универсиад 2019 Виктория Сузгаева. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, шатер вообще хоть когда-нибудь пустует? Бывает такое? Только если дождь, и это, не знаю, очень темно. Когда темно, когда уже нет посетителей, ближе к вечеру, вода. А вообще он никогда не бывает пустым. У нас всегда очень много людей, очень много народу. Мы всем стараемся рассказать про саму универсиаду, про достопримечательности, которые у нас есть в Красноярске. Потому что к нам приезжают также жители из других городов и регионов. И мы, так сказать, знакомим. Скажите о плане работы шатра. Что здесь будет происходить этим летом? Этим летом мы знакомим жителей города с такими видами спорта. Вот, например, как вы увидели кернинг, метро-айрокернинг, хоккей, биатлон. И вот как раз сейчас у нас проходят такие некие лекции. В Лакеданово была лекция по биатлону. А вот, кстати, что касается лекций, будут ли встречи с именитыми спортсменами здесь? Да, мы знакомим еще и с этим. К нам приезжают, например, вот приезжали с Академии биатлона спортсмены. Они нам рассказывали про свой вид спорта. И мы с ними, так сказать, знакомились. Потому что некоторых спортсменов не знают люди. И вот мы знакомились с ними. У меня организационный вопрос. Время работы шатра и дни. Конечно. Шатер работает каждый день, кроме понедельника. В понедельник мы отдыхаем, так сказать. Тут уже надо немного. Ну, конечно, да. И шатер работает в будни со вторника по пятницу с 12 до 8. А в субботу и воскресенье мы работаем с 11 до 8. Где можно ознакомиться с мероприятиями, которые предстоят? Вообще можно увидеть у нас на информационной стойке лежат буклетики. Там можно прочитать уже про все мероприятия, которые будут проходить на университете. То есть также про виды спорта, про объекты, которые у нас еще здесь на стенде есть. Также можно еще на сайте универсиада 2019. Да, там можно тоже познакомиться с этим. Давайте такую небольшую удочку закинем. Что будет любопытненького в ближайшее время? В ближайшее время, в этот момент, в пятницу к нам приедет хоккейный клуб Енисей. Это будет очень круто. Я думаю, стоит каждому присутствовать. Тем более это хоккейная команда и Енисей как-никак. Ну вот, наверное, самое ближайшее и интересное мероприятие. Вообще у нас проходит очень много лекций. Их, о них, точнее, можно узнать у нас в ВКонтакте в группе «Шатер 2019». Там мы пишем полное расписание. То есть что будет и во сколько. И каждый день почти у нас вот эти именно лекции, где можно будет познакомиться. Виктория, спасибо вам большое. Напомню, мы общались с волонтером «Шатера универсиады 2019» Викторией Сузгаевой. На самом деле здесь любому человеку найдется чем позаниматься. То есть и пострелять можно. И поиграть в аэрохоккей, и во все различные другие виды спорта. Коллеги, скажите, пожалуйста, бывали ли вы уже в «Шатре», успели ли поиграть, опробовать себя в чем-то? Ну и планируете ли прийти в ближайшее время? Возможно.